Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Нынешняя недельная глава называется «Мишпатим», буквально «Законы». И краткое содержание, собственно, оно будет слишком длинным, если я это содержание буду рассказывать достаточно подробно. В общем, могу сказать, что в этой недельной главе перечисляется множество различных законов, которые Бог повелевает Израилю к исполнению, и касаются они очень многих разных сфер жизни человека. И в этот раз я бы хотел поговорить о заповедях, связанных с воровством. Собственно говоря, у меня в начале, когда я прочитал недельную главу, был более широкий спектр, но в силу некоторых обстоятельств в моей личной жизни я, пройдя через это, решил немножечко осветить эту часть недельной главы в свете личных переживаний и понимания, которые Бог раскрывает. Ну, скажем так, были моменты, связанные... Нет, давайте по-другому. Значит, Бог дает нам определенные заповеди к исполнению. И вы знаете, вот греческий подход, он определяется такими словами. Сначала поймем, а потом решим, исполнять или нет. Еврейский подход – выполним все, что услышали. И в этой недельной главе, кстати говоря, дважды это звучит, что сделаем так, как сделали то, что услышали. Наосе ванишма. Значит, и, собственно говоря, вот насколько для нас действительно важно понимание того, что Бог нам предписывает. Для примера, вот то, что связано с воровством. Написано, что если кто-то украдет овцу, то должен вернуть 4 овцы. Кто-то украдет быка, должен вернуть 5. Я вот просто как бы представил себе ситуацию, что вот, не дай Бог, вот эти две ситуации складываются в жизни двух людей одновременно. И они приходят к одному судье, да. И вот сначала разбирается дело с овцой. Оба пострадавших и оба укравших присутствуют здесь в зале, да. Значит, разбирается дело, ну и, соответственно, судья, в соответствии с торой, говорит, у тебя этот человек украл овцу, должен вернуть 4. Хорошо, я потерял одну, теперь у меня будет 4. То есть вообще никакого печального осадка от того, что его обворовали, да. Наоборот, радость. Его обворовали, а его состояние увеличилось. Ну, нормально, да. То есть Бог как-то так интересно все это располагает, чтобы после потери у нас не оставалось вот этого неприятного осадка. Знаете, как в том анекдоте про серебряные ложечки. Ложечки нашлись, но осадок-то остался. Значит, и вот этот человек, он еще не успел уйти, при нем же разбирается дело с быком, и тому человеку говорят, так, у тебя украли одного быка, должны вернуть 5. И он, опа, я не понял, а почему это у меня одну украли, а вернули 4, а у него, причем у меня овцу, а у него быка, и ему 5 быков, а мне только 4 овцы. И он к суде подходит и говорит, а почему такая несправедливость? Почему мне 4 овцы, а ему 5 быков? Что на это скажет судья? Извини, брат, но так написано, так Бог сказал. Причем заметьте, что поскольку эти заповеди не являются заповедями вот именно индивидуального личного характера, то есть, другими словами, личности самой как таковой это не касается, это как бы универсально. Не важно, с кем конкретно из еврейского народа это произошло. Важно то, что если украли овцу, вернут 4. Важно, если украли быка, вернут 5. То есть, это как бы универсальный закон, личности он вообще не касается. Но, смотрите, такая вот ситуация, собственно, с воровством. Ну, как бы, я сейчас вам рассказываю собственные переживания, потому что вчера я попал в ситуацию, делал последнюю капельницу, и когда я уже одеваюсь и достаю свой кошелек, чтобы отблагодарить медсестру, я вижу, что у меня кошелек пустой. То есть, куртка была все время в зоне моей видимости. Кошелек был в кармане, застегнут на молнию. Кошелек остался, молния застегнута, денег нет. Причем, когда я заходил туда, в кабинет деньги были, потому что прямо перед тем, как зайти, я купил шоколадку, чтобы врача отблагодарить, и деньги были, и сдача была. А вот, когда я выхожу из кабинета, этого нет. И я понимаю, ну, как бы, сначала возмущение, как так, Господь, ну, как ты мог это допустить? Ну, это ж, ну, явно несправедливость, допущенная Богом. Ведь Бог-то был в курсе? Бог знал, что от Него сокрыто. Он допустил это в мой адрес. И мне было так обидно, я говорю, Господь, мне обидно. И почему вот именно сегодня, в этот день, такое произошло? Как бы, чтобы вы понимали, ну, опять же, это, ну, только для понимания глубины ситуации. У меня вчера был день рождения. И утром я думал, что Господь меня особенным образом благословит. Понимаете? И в этот день это происходит. И у меня возмущение, это было утром. Понимаете? Весь день испорчен. И я говорю, Господь, ну, ты же для чего-то это допустил? И я вспоминаю, что я готовился к Тории, и там как раз заповеди о воровстве. И я начинаю эту тему раскручивать. И я начинаю понимать, что, собственно, вот кто является участниками этой ситуации? Три личности. Это потерпевший, это вор и судья. Причем, заметьте, что, собственно, вот эта вот идея глаз за глаз, око за око, зуб за зуб, нужно понимать, вот в контексте нынешней главы, где это, кстати, звучит, оно на самом деле не работает на один на один пострадавший вор. Понимаете? Потому что, если бы оно было именно так, то, по идее, за овцу – овцу, за быка – быка. Но Бог говорит око за око, зуб за зуб, и там еще список такой перечисляется, где как бы это все уравнивается. То есть идея в том, что, идея в том, что не зависит от людей, а зависит от неких принципов, которые Бог закладывает в эти заповеди. А тут сразу за одну овцу 4 овцы, за одного быка 5 быков, и я не могу решить, как бы, знаете, когда вот вор пойман, и с него можно взять, это одна ситуация. А когда ты не знаешь, кому предъявить претензии, есть Бог, который знает, кто это сделал. Есть я, который не знаю, кто это сделал. И я здесь могу действовать вообще не напрямую, а напрямую, знаете, вот вспоминая вот это вот, там, к примеру, я условно называю цифру, чтобы легче было считать. Украли 100 гривен, был бы пойман, вот сколько он должен вернуть? 400 или 500? 100 гривен как оценивать? Как овцу или как быка? Ну, вы понимаете, что если бы оценивал бы я, я бы оценил это как быка. Даже если бы это было 10 гривен, я бы сказал, у меня быка украли. Помните, Иван Васильевич меняет профессию, скшоу вас украли. Понимаете, да? И вот смотрите, ситуация. Я, как потерпевший, вор и судья, который в данном случае Бог. Вот для меня, вот я центр всего этого, потому что я потерпевший. Кто для меня самый главный в этой ситуации? Конечно же я. Потому что я потерпел, я говорю, Господь, как ты допустил это в мой адрес? Я же это я. И сразу же, ага, сколько он мне должен будет вернуть? И смотрите, какая запускается цепочка. Значит, условно, пускай скромно, по минимуму, я оценил это как овцу и говорю, он должен мне вернуть 400. Но я понимаю, что я его не знаю, в суд привлечь не могу. Бог вступается в эту ситуацию. И по идее, вот мысли, знаете, вот как в маршрутках пишут, пусть вам Бог воздаст вдвойне, чего вы пожелали мне. По этой схеме сразу же я начинаю думать, Господь, вот чтоб у него в 4 раза украли. То есть, если у меня 100, то у него 400. Но вы понимаете, что когда тот человек попадет в ситуацию такую, он будет думать точно так же, и тогда следующий должен будет потерять тысячу, ну, там 400, там 1600, то есть понарастающий в 4 раза. И у меня вопрос, неужели Бог этими заповедями хочет запустить бесконечную цепочку умножающихся краж? Вы понимаете, что нет? У Бога нет цели искоренить воров. Ну, потому что вот вы представьте себе только на 10 уровне этой цепочки, какую сумму там, ну, то есть, в какой-то момент эта сумма превращается вообще в нереальную сумму. То есть, вот человек украл, а вернуть он никогда не сможет, ну, потому что нет столько денег, столько материальных благ. То есть, идея в том, что Бог не желает запустить цепочку бесконечного воровства. Он не ставит перед собой целью уничтожить воров или уничтожить грешников. Он ставит перед собой цель уничтожить воровство как таковое и грех как таковой. И, ну, какой я должен извлечь для себя урок? Ну, вот реально, претензии предъявить некому. Воздаяние поискать у кого-то, ну, как бы воздаяние тому человеку, ну, какое я могу пожелать ему воздаяние? Понимаете, мы призваны к тому, чтобы творить волю Божью. А как я могу реализовать волю Божью в данной ситуации, если даже человека того не знаю? Понимаете, чего просить для него? И вот, вы знаете, я понял, что вот в ситуации с кражей, а я уверен, что тут нет ни одного человека, у которого когда-то что-то не украли бы. А значит, это слово касается каждого из нас. В этой ситуации важно не то, сколько украли, важно не то, кто украл, не то, что украли вообще, насколько я потерпевший. То есть, в этой ситуации не я главный, не вор главный, а Бог главный. Бог, который по какой-то причине это допустил. Вот, вы знаете, мы говорим, что мы призваны распространять Царство Божие, да, творить суд и милость. Вот как я могу творить суд и милость в этой ситуации? Я задался этим вопросом, я понял, что, собственно, если я оказался, так сказать, в центре этой ситуации, важна моя реакция. Вы знаете, вот, очень часто мы, когда потерпевшие, мы требуем воздаяния, тогда как целью тех или иных событий, которые приводят нас в такие ситуации, является выработать в нас характер Мессии. И важно, вот, как я эту ситуацию переварю и отреагирую. Понимаете? Поэтому, ну, как бы, мой совет, во-первых, и себе, чтобы это укрепилось в моем сердце, в моем разуме, и каждому из присутствующих и слушающих, когда попадаете в такую ситуацию, следите за своим сердцем, как вы реагируете, и какой суд вы выносите. То есть, если вы не судья, а, Писание нам что говорит, Римлянам 12, 19, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, мне мщение, я вас дам, говорит Господь. И есть другое место, Якова 4 глава, с 11 по 12 стих. Не злословьте друг друга, братья, Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? И вот, исходя из всего этого, я понял для себя, что действительно, поскольку не я судья, то я должен просто выполнить то слово, которое Бог предписывает мне. А тут, собственно, ситуация усугубилась, что претензий придавить некому, и все это. Ну, тут еще один момент, знаете, мы можем еще духовные камни кидать в человека. И это непозволительно. Мы действительно должны простить и благословить, потому что если Бог не хочет смерти грешника, но чтобы покаялся и жил, то мы должны молиться за покаяние этих людей, мы должны простить от всего сердца и действительно пожелать этому человеку, чтобы он осознал, что он движется пагубным путем, чтобы он покаялся и призвал Бога в свою жизнь, в свое сердце. То есть, вот таким вот образом мы действительно можем распространять. Мы не понимаем как, мы не знаем как. Точно так же, как мы не знаем, почему 4 овцы и 5 волов. И тут есть еще одно место, ну, вообще удивительное. Написано, если двое дерутся, и кто-то случайно ударит беременную женщину, и она выкинет, скажите, это проблема? Это вообще трагедия? Но дальше следуют слова, и если нет опасности, ребенка выкинули, еще можно говорить о том, что нет опасности, но это пишет Бог. То есть, это Божье Слово, понимаете? И мы своим разумом никогда, точнее, ну, не никогда, но на данном этапе мы не можем понять всей глубины тех или иных заповедей. И от нас не требуется понимание вот во всей полноте, от нас требуется послушание и исполнение. Понимаете? Единый Судья и Законодатель, Он дает нам определенные заповеди, Он ожидает от нас послушания, Он ожидает от нас, чтобы мы в послушании действительно были светом этому миру и солью этой земле. И, ну, вот я честно говорю, если в начале вчерашнего дня у меня к Богу были претензии, почему именно сегодня, то в конце дня, ну, учитывая то, что у меня день рождения, постоянно сыпались поздравления. Я вот вспоминаю про это воровство, тут раз телефон подал сигнал, очередное поздравление. Я читаю, читаю, читаю эти поздравления, прочитал очередную порцию, у меня настроение такое хорошее, я уже и про это не думаю, и мне хорошо. И вы знаете, я вот задался в конце дня вопросом, а если бы это произошло в другой день и без этих поздравлений, как бы я это перенес? Понимаете? Я не знаю, как бы я это перенес. Ну, пережил бы, конечно, были потери и побольше, но я вам скажу, это действительно производит определенную горечь в душе и в сердце. Кто терял, тот понимает, кого обворовывали, тот понимает, о чем я говорю. И тяжело бороться с этим без Бога. И я вам скажу, что в конце дня я благодарил Бога за то, что это произошло именно в этот день, потому что все то, что Бог послал в этот день в конечном итоге, оно покрыло ту потерю. И я понял, что не важны эти деньги, не важно то, что я попал в эту ситуацию, а важно то, чтобы вот сохранить свое сердце в любви к Богу, не обидеться на Него и не предъявлять Ему претензии. А Бог все делает для того, чтобы мы проходили подобные ситуации именно с таким сердцем. Понимаете? И тут важно, вот на что мы обращаем внимание, когда попадаем в такие ситуации. На что мы смотрим? На Мессию распятого? Или на те потери, которые, ну, что стоят те деньги по сравнению с тем, что Ишуа дал нам на кресте? Понимаете? Так что спасибо большое за внимание. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением. Для нас следующий год это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго? Когда? Это придет. Мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере они будут приводить к большим переменам. Субтитры создавал DimaTorzok